СЕРГЕЙ ГЛАЗИНОВ Деревья кустаренькие, выросшие таким образом, имели очень необычный внешний вид. Поэтому японцы решили выращивать такие растения в искусственных условиях. И назвали это целым искусством бонсай. Говоря простым языком, растения постоянно находятся между жизнью и смертью. Подбирается невысокая посуда, очень бедная почва. И на протяжении десятилетия бонсая выращивают на протяжении 50-100 и более лет. Они формируют ствол, обматывают его проволокой для того, чтобы придать вот такие вот изгибы, чтобы ствол не был прямым и ровным. Вырастить бонсай самостоятельно из черенка довольно сложно. Поэтому, как правило, приобретают готовые растения и затем за ними уже ухаживают на протяжении многих лет. Это единственное растение, которое можно придавать из поколения в поколение. Ведь живут бонсай столетиями. Такие растения требуют к себе постоянного внимания и ухода, который заключается прежде всего в регулярных поливах. В невысокой посуде почва присыхает довольно быстро, поэтому летом, особенно в жаркую сухую погоду, поливать бонсай нужно ежедневно. Что касается удобрений, то вносить их можно только в весенний-летний период, не чаще одного раза в 20 дней. Можно использовать любые комплексные минеральные удобрения, но концентрацию мы их уменьшаем в два раза. Растения хорошо отзываются на опрыскивание теплой водой, а для того, чтобы на нем не появлялись различные насекомые-вредители, желательно один раз в неделю купать растения под холодным душем. На сегодня это все. Спасибо за внимание и до новых встреч! Теплицы и парники Агродом. Телефон 39 06 05.